Вас зрители спрашивают, а все говорят о переговорах, но это очень сомнительно. А я думаю, что В.А. Зеленский будет не согласен на выдвинутые условия переговоров В.В. Путина. Я думаю, что да. Ну, политика это же реальность, реализм. Как Пётр Павел недавно сказал, будьте реалистами. Да, президент Чехии, кстати, натовский генерал, он был главой военного комитета НАТО. Самый высокопоставленный военный Североатлантического альянса. Это должность. Поэтому это раз. Во-вторых, ну не надо, скажем так, быть безапелляционным. Да, не лично, но Зеленский давал добро на переговоры в Стамбуле. Давал. Более того, если бы договор был в Стамбульске подписан, или перед, а точнее так, перед подписанием, уже окончательно, планируется личная встреча Зеленского и Путина. По Крыму, для того, чтобы решить вопрос Крыма. Поэтому никогда не говори никогда. В политике это раз, а во-вторых. А если ситуация на поле боя будет складываться не так оптимистично, как некоторые думают, а более реалистично, как будет, что же надо понимать? Понятно, что можно предлагать свои условия для того, чтобы где-то сойтись там посредине или где-то на каком-то компромиссе сойтись. Но мы же видим ситуацию под Харьковом. Проблема не в Харькове. И наступать на Харьков никто не будет. Проблема первая. Кто контролирует поле боя? Раз. Кто контролирует интенсивность огневой мощи? Это два. Кто владеет инициативой на линии фронта? Это три. Ну, возможно, надо начать с Кто владеет инициативой на линии фронта по всей. В чем замысел Путина для того, чтобы выйти на план завершения войны? Мы не нужны города. Главная задача – истощить вооруженные силы Украины. До этого стояла задача истощить военную помощь Запада. Она фактически истощена. Потому что мы видим задержки с военной помощью по линии финансирования. Ну, бюджет. Так? Дальше. Мы видим задержки по линии доставки транзита. Это два. Мы видим, что разведка работает всякое. И они уничтожают хабы, склады с уже поступившей техникой. Три. Четыре. А они уже научились использовать радиоэлектронную борьбу для того, чтобы нейтрализовывать, по крайней мере, или минимизировать, или уменьшать ущерб от атакамсов, штормшедов, скальпов. Это три. Что-то я не слышал про Леопарды, Абрамсы, Челленджеры. И про других. Мардеров, Брэдли и так далее. Что-то я не слышал. А почему? Потому что они и мы, пешими, пешим путем, пешими, небольшими группами, они зашли, ногами зашли фактически, потому что тоже не хотят рисковать. Если бы они хотели наступать, они не будут, знаете, навалой. Черт с ним там побили, но зато прорвались. Не надо. Сохранить себя главная цель. А вот нас растягивать по всей линии фронта от юга до севера, еще и с Умой туда, для того, чтобы мы кидали резервы, да, мы сдержали сейчас на Харьковском направлении, хотя Волчанск, скорее всего, потеря, но, тем не менее, сдержали. Там нет прорыва. Но прорыве не нужен. Когда мы бросаем, особенно необученные части из новомобилизованных туда, мы просто их, сдерживая врага, но теряем вооруженные силы Украины. Сдерживаем врага, но несем потери большие. Задача в чем состоит? Истощив нас. И с точки зрения новых вооружений, видов вооружений. Раз. Дальше. Контролируя интенсивность огневой мощи. Они контролируют, потому что у них общевойсковая операция идет. Что такое общевойсковая операция? Воздух, бомбардировки, артиллерия, ствольная, ракетная и так далее. Плюс БПЛА, плюс танки, плюс пехота, штурмовики и так далее. И все это идет по всем линии фронта для того, чтобы... Что мы делали? Вот мы сейчас взяли, перекинули с Донецкого направления на Харьковское направление. Это что же? Вот они будут... Прорывы они будут искать, если где-то мы оголим. Но это не главное. Главное истощать. Запада они уже истощили. Запад не истощили. Это тоже надо понимать. Хорошо, нам дадут патриоты. Дадут немцы, дадут американцы. Что это решит по большому счету? Ну, это же оборонительное, по факту. Это оборонительное инструмент. Это оборонительное, а во-вторых, это очень дорого. Вот Иран же, когда дешевыми ракетами, беспилотниками, ракетами средней дальности обстреливал Израиль. Вот когда было, помните, ответ. Сбивали же, ракетами там стоит 100 тысяч, а сбивали по 2 миллиона. Либо ракета, либо поднимали самолеты, либо патриоты, которые стоят буквально. Один выстрел стоит. Экономия важна. Кстати говоря, что Белоусова туда назначили, министром обороны? Экономия. Потому что если все готовятся к войне, и все будут наращивать виды оружия, и сейчас на первый план выходит соотношение цена-качество. Знаете, можно иметь, ну понятно, ядерное оружие – это оружие сдерживания, а в основном вот это, чтобы оно было дешевле. Потому что если такая высокоинтенсивная война идет, или будет идти, то на миллионы, на 100 миллионов долларов, на 5 миллионов долларов, на 10 миллионов долларов, снаряд, ракета и так далее, это не сработает. Это быстренько испарится. Я уже не говорю про то, что Запад давно уже перестал производить товары. Он производит финансовые активы. Но финансовый актив вам не произведет. Снаряды, орудия и тому подобное и так далее. Поэтому Западу надо это, если вот уже переходить на военные рельсы, то им надо менять это все. Надо материальное производство. А где ты их найдешь после деиндустриализации? Не так просто делать, между прочим. Я к чему это говорю? Ситуация вот, если говорить, на поле боя сейчас какая? Да, мы сдержим. Мы не даем прорвать Харьков. Но тут вопрос, мы истощаем вооруженные силы. Это вот дилемма. Либо бросать в бой новые, подготовленные, мобилизованные массы. Которых нет. Которых пока еще нет, их надо обучить, между прочим, еще тоже, чтобы это же не было. Вот я читаю какой-то там позывной, Ронин говорит. Если мы сейчас не мобилизуемся, мы проиграем войну. Ну хорошо, а это что, просто закрыть амбразурой, чтобы люди закрыли амбразурой линию обороны? Ну так же не делается. Должно быть с умом. Второй момент. Значит, если вы инициативой боя, и вообще инициативой на линии фронта не обладаете. Может быть, я не знаю, может замысел какой, сдерживаем сейчас российские войска, они тоже могут там истощаться, а потом нам дадут Ф-16, и вот что-то поменяется. Нет. Может такой замысел, но не знаю, я не очень в это верю, что вот эти там 50 максимум, Ф-16 изменят кардинально что-то. А во-вторых, если у них общевойсковая операция, общоармейская, все виды вооружений задействованы, родвойск и виды войск задействованы, это одна история. Так вот, идем дальше. Эта ситуация, вот напомним, была. Значит, какие перспективы? Ну, я бы ждал дилемму, либо истощаться дальше. Время играется, вот на данном этапе время играет на них, не на нас. На них и не на запад. Значит, либо оставлять территории. Вы скажете, а как же так? Что это, и то плохо, и то плохо. Но есть еще один момент. Можно и территории сохранить, и армию сохранить. Или, по крайней мере, людей сохранить. Армию сократить. Это если начинать договориться. Если план примерно такой будет, как Стамбул-1, будет Стамбул-2. Потому что, в принципе, вот, Путин, я бы говорил, не территория его, главное для него. Главное, это статус Украины. Стратегический статус Украины. Нейтралитет, неблоковость, изменения там внутренней политики. И в этом, то есть не главная территория. Поэтому Харьков, Одесса, это вообще, во-первых, это очень затратно. А вот так надо проводить новую мобилизацию. В-третьих, много погибших будет. В-четвертых, оно не стоит того. Если договориться, например, с Китаем, почему Китай тоже за такой план? Вот это замысел Путина до этого года закончен. Еще раз говорю, без этих всех прорывов, наступлений, взятия Берлина, без этих всех операций, там, 10 сталинских ударов, операция Багратион. Нет, этого нету. Никто так сегодня не воюет. Берегут живую силу, берегут экономно работать, экономное оружие, точное, высокоточное, эффективное, но недорогое. Ни один бюджет не выдержит. И главное, чтобы обеспечить себе пространство безопасности. Собственно, нас тоже, как бы, мы тоже хотим безопасность. Мы же подписываем соглашение о безопасности. Но если мы подпишем со всеми, даже с Америкой, а будут продолжаться холодная или какая-нибудь другая война с нашим северным соседом, это не будет безопасность. Это все обессмысливается, эти все соглашения с британцами, французами, немцами, поляками, скандинавами. Ну вот Америка, но она же не даст нам такой статус, как Израиль. Мы же должны понимать, не будет. И НАТО не будет. Значит, это все не имеет большого смысла, если у нас не будут более-менее нормальные, я не говорю, дружеские, хорошие, стратегические и так далее. Но холодно-нормальные отношения с Китаем и Россией. Китаю тоже. Смотрите, вот Китаю не надо, чтобы Россия оккупировала там территории и так далее. Почему? Тогда они будут, этот контроль будет российский. А если Украина будет вот в таком статусе, интерфейса, хаба, государство интерфейсного типа, на запад и на восток, хаба, транзита, мы говорили уже о том, Китай может вернуть шелковый путь, один пояс, один путь, через территорию Украины, используя черноморские порты Украины и дунайские порты Украины. Совсем по-другому логистика заработает. Экономика совсем заработает. Вот это их план до конца года. Я думаю, до конца года почему? Потому что, ну понятно, все может поменяться, но они бы не хотели, или Путин точно не хотел бы затягивать это до прихода к Трампу. Почему? Потому что там может, могут быть нюансы, причем не самые. Мы не понимаем, и никто не понимает вообще, что ожидать от Трампа. Все эти разговоры, критика его, что он там как бы заставит Украину подписывать, это не факт. Подписывать что-то невыгодное, это не факт. Поэтому смотрите, вот это их план. Дальше берем нашу сторону. Швейцарская конференция. Где собираются, или собирались выдвинуть ультиматум России. Китай отказался участвовать. Уже отказался, так? Дальше. Ну понятно, Россия сразу отказалась участвовать. Но приезжал Блинкин и сделал такое предположение, а значит это скорее всего правда, что Байден не будет участвовать на Швейцарской конференции. А зачем Байдену участвовать, ну скажем, в неуспешном деле? Это будет токсично для него и как для президента, и как для кандидата в президенты. Вы не можете, особенно когда кандидат в президенты, связываться с неуспешным проектом. Для любого политика любой неуспех может иметь катастрофические последствия. Ну кстати, Вадим Юрьевич, а вот помните недавно была статья New York Times, и там очень так описали, что в администрации Байдена растет ощущение, что в ближайшие месяцы они будут и решающими, и мы возможно увидим там переговоры между Украиной и Россией. И в принципе я так расценил эту статью в том плане, что сейчас Байдену немножко протаптывают дорожку уже не как президента-победителя, а президента-миротворца. Президента-примирителя, да. Потому что для Байдена хуже всего, если инициатива в войне, стратегическая инициатива, и инициатива на поле боя будет принадлежать России. Знаете, это значит, рано или поздно где-то прорвется фронт, и вообще это складывается. Другая картина войны. Другая картина войны. Смотрите, я, когда читаю западную прессу, ну складываю это все, и академическую тоже литературу, и людей, серьезных военных экспертов, мировым именем. Не русских, а западных. Я делаю вывод, что меняется парадигма войны сейчас. В чем она заключается, эта смена парадигмы войны? Первое. Вот уже видно, очевидно. Собственно, вы привели New York Times, так? А если New York Times, это как газета «Правда» в советское время. Установка. Первое. В чем парадигма войны меняется? Понятно, что нанести стратегическое поражение России, по крайней мере, на данном этапе в ближайшее время невозможно. Все, это понятно. Второе. Если же Виктория Нулан сама призналась, что выход на границы 1991 года Украины невозможно. Это два. Третий. Что победа, полная победа Украины над Россией невозможна. Так? С Крымом и до границ 1991. Вот это два. Второе. Украина не выигрывает. Пятое или четвертое. Украина не выигрывает эту войну. Не выигрывает. Кто-то говорит более категорично, но я не хочу это говорить. Слух произносить. Украина не выигрывает эту войну. Так? Вот дальше. Меняется баланс сил в Европе. Все прекрасно понимают. Что бы ты ни делал, ни пугал контингентом там или штормшедов и ударами в Россию, это все не работает. Не работает, потому что тогда включается эффект ядерного сдерживания. Где? На европейском континенте. Американцев же нет на европейском континенте. А с точки зрения тактического ядерного оружия, у России большое преимущество над Францией и Британией. Большое преимущество. Следующий момент. НАТО никогда не будет воевать. Сухопутных войск НАТО не будет на территории Украины. Они не будут воевать. Прямо не будут воевать. Дальше. Парадигма. До тех пор, пока война не закончится, в НАТО Украина не будет. Это сказал Байден. Дальше. Мы не будем восстанавливать Украину, если Украина проиграет войну. Это же все меняет по 22-м году, как это звучало, и в 24-м году. И еще один важный момент. Вот эта ситуация под Харьковом неблагоприятная для нас, тяжелая для нас. Но видите, Зеленский отменил поездку в Испанию, в Португалию, и сегодня проводит ставку в Харькове. Ставку в Верховном Главнокомандовании. Значит, ситуация тяжелая. Требует вот такого срочного, оперативного даже вмешательства Верховного Главнокомандующего. Европа и так. И вот на фронте. Должен был подписывать, а сейчас прямо там, чуть ли не на линии огня. А знаете, о чем это говорит? Смотрите, дело в том, что нарратив победы Украины в войне сформировался под Харьковом в 22-м году. Тогда же, после прорыва, после того, как была освобождена почти вся Харьковская область, укрепилось такое мнение на Западе, среди военных, отставных, среди военных действующих экспертов, политиков, медийщиков на Западе. Что Украина победит. Ну и после этого же началась подготовка к контрнаступлению. Контрнаступлению. Кстати, еще один момент. Сейчас про контрнаступления вообще молчат. Потому что понимают, это нереально. Это нереально. Баланс сил поменялся в Европе. Но нравится кому-то, не нравится. Поэтому сейчас усиленно, кстати говоря, восточноевропейский фланг НАТО укрепляется. Потому что понимают, что ситуация и в дипломатическом, скажем так, соотношении Китая-Россия, и в военно-стратегическом отношении меняется не в пользу НАТО и не в пользу Европейского Союза. Ну, Европейский Союз так сюда, но в Европу, скажем так. Так вот, именно нарратив победы, что Украина победит Россию, сформировался в 1922 году. И с точки зрения символизма и с точки зрения нарратива войны сегодня, ситуация под Харьковом меняет представление о том, чем закончится война, как она задержится, чем она завершится. И уже тут речь не идет о полной, по крайней мере, о какой-то полной победе. Я не говорю, что и поражения нет. Полного поражения нет. Это не поражение. А вот, значит, если не может быть полной победы и полного поражения, если у вас дилемма, либо сохранить армию и сохранить людей, либо удерживать территорию, сохранять территорию, а многие так сейчас ставят вопрос. Давайте отводить войска, пусть Россия занимает территорию, а мы дальше там что-то, если они займут территорию, они не уйдут уже оттуда, как в Запорожской Херсонской области, мы потеряем опять территорию, уже не уйдут. Поэтому для того, чтобы снять вот это бремя, вот этой тяжелейшей военно-политической дилеммы, обороняться, но терять людей, терять кадры солдат военных, но при этом удерживать территорию, или сохранять армию и оставлять территорию ради сохранения армии, может один вопрос, можно одна. Третье решение. Садиться и начинать. Искать компромиссы. Да, причем это не за счет территории, это за счет таких вещей, нетерриториальных вещей. Вступление в НАТО, не НАТО, нейтралитет, внеблоковость, внешняя политика. То есть какие-то будут ограничения. Будут ограничения. Например, по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз, ну и так далее. Но это уже, но тут территории остаются. Потому что, если бы парадигма войны была сегодня в нашу пользу, в пользу наших союзников на Западе, мы могли бы рассчитывать на то, что в ближайшее время, оставив территорию, сохранив армию, мы перейдем в контрнаступление и освободим эти территории. Не освободим эти территории. Вот надо четко понять, нравится это кому-то, не нравится. Будут, конечно, гады всякие там гавкать, подхрюкивать, как говорится, всякие мрази и грязи. Но я беру на себя ответственность и скажу, что если там, где они станут, они оттуда не уйдут. Это надо прекрасно понимать. Оттуда выбить будет их невозможно. Хотя бы потому, что они фортификационные линии строят лучше и надежнее, чем мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова